О постановке кулака дальше. Часть номер 2. Почему, опять же, кулак надо ставить в макевару таким образом, как он идет по фазам, если вы его наполняете в воздухе, в варианте тихон. То есть ближе вертикально почти, дальше от 45 и совсем далеко горизонтально. Вот и в макевару, да, я просто повторяю, чем вы глубже пробиваете, тем вы раньше встречаете баёк, тем более вертикальный кулак у вас находится. Почему еще это важно делать? Я поясню на таком примере. Вот посмотрите, на самом деле, как макевар работает. Работает в следующем образом. Вы наносите по нему удар, и баёк отклоняется. Отклоняется. То есть он из такого положения, то есть чисто вертикального. Вот скажем, вот это баёк, а вот это вот отбойник моя рука. Или наоборот, вот это вот отбойник, а это баёк. То есть отклонение. Отклонение. И в конечной фазе макевар уже стоит не вертикально, а под углом. То есть чуть-чуть под углом. И что получается? Если мы пробиваем макевар глубоко, и чем глубже мы её пробиваем, тем менее вертикально находится баёк, тем он больше под углом находится. А что же делает наш кулак? Получается вот что. Если мы тут наносили приём, и кулак был таким образом, если по поверхности макевар, то когда мы глубоко пробивать начинаем, макевар вот так отклоняется, значит что кулак должен сделать? Он должен прийти вот в такое положение. То есть вертикально стоял правильно, макевар отклонился, мы глубоко пробиваем. Кулак в таком положении. Неименуемо кулак заломится, а если и не заломится на слабо настроенный макевар, то сама динамика напряжения мышц и стабилизация кулака в лучезапястном суставе будет вырабатываться неправильно. Она будет нарушена. Чтоб этого не произошло, что нужно делать? Нужно правильно ставить кулак по работе на макеваре. Вообще, очень странно, но об этом мало кто говорит. Я и с многих концертов разговаривал, и с экспертами другими по работе на макеваре. Об этом мало чего. Когда я про это рассказывать начинаю, люди свете принимают. Особенно принимают именно мастера. Они это дело сразу понимают. Души. И сразу берут на вооружение. Вот адепты, которые только начинают заниматься, они, конечно, штыки их дела воспринимают, потому что они учатся у тех мастеров, которые так и не делают. Они просто копируют их. И в итоге им это трудно дается. Вот на самом деле вы сейчас на уровне просто здравого смысла поймете, да? То есть вообще совершенно понятно, да? Еще раз. Если макевар стоит вертикально, лак стоит нормально. Отклонилась макевара, лак, соответственно, уже должен пробивать его дальше. Он выламывается. Но это при том условии, конечно, что вы пробиваете макевар, установите удар. Именно пробивной. Если вы работаете по поверхности, это не критично. Тут отклонение макевара низерное. Чуть-чуть совсем. И проблем никаких нет. Чем глубже прием, тем отклонением выше. Но чтобы этого не произошло, опять же, способ тот же самый, что я рассказывал в первой части, но правда по другому поводу. То есть чем вы глубже пробиваете, тем вертикальнее находится кулак. Тогда суть в чем заключается? Вот смотрите, вы встретили макевару вот здесь кулаком. Вот так вот. Она начинает отклоняться. Вы спокойно просто, ну, разгибаете кулак дальше. И в таком положении у вас абсолютно правильную кулаку приходится. То есть вот встречаете макевару и дальше ее сопровождаете. Вот положение кулака совершенно правильное. Никуда он не выламывается и не допереламывается. Вот эти 20 сантиметров, которые есть, не дадут ему вот таким образом стоять. Так у меня будет уже, видите, костяшка вперед одна только торчать. Но вот такого вот отклонения макевары нет. Она не может отклониться на такой вот углу. Она отклоняется вот. От такого положения вот до такого. Как раз получается правильное положение кулака. Сейкен. Двумя костяшками. Все четко. Ну, то есть если вы пробиваете на 20 сантиметров, у вас кулак должен быть, ну, почти. Или, вот если бы это была доска, мне было бы удобнее показать. Или где-то под 45 градусов даже. Это тоже будет норм. Если я поверну сейчас вот так, у меня кулак в абсолютно правильном положении находится. Вот. Отклонилась макевара. Вот у меня кулак под 45 градусов стоит. Это показываю. Абсолютно правильный положение кулака. То есть кулак никуда не выламывается. То есть четко работает ведущий запястный сустав, так как он должен работать. Очень важный момент. Соответственно, если вы пробиваете не глубоко макевару, то кулак тем больше горизонтально. Ну, ближе к конечной фазе. Потому что конечная фаза у приема, она от отбойника все дальше находится. И поэтому кулак развернут больше. И вы не будете портить прием. Опять же, резюме. Ну, резюме тоже самое. Чем вы глубже пробиваете прием, тем вертикальнее должен стоять кулак. Это будет более и физиологично. Это не будет портить прием ваш. И мышцы будут правильно учиться координироваться в своем напряжении. То есть фазы напряжения мышц будут соответствовать тому, как это должно быть на самом деле в ударе. А не подобно под макевару. Не подобно. А так, как это должно быть. Макевару с помощью. Макевару с помощью. Фазы.